А в моем городе есть место, где люди меняются. Первый раз это случилось в октябре. Тогда я шел с другом по городу. Был уже вечер, солнце садилось. Изредка нам встречались редкие прохожие, и не слишком часто, чтобы испортить впечатление от прогулки. Очертания улицы тем временем слегка менялись в тенях. Было достаточно необычно наблюдать это после двухмесячного самовольного заточения, когда я не видел ничего, кроме экрана своего монитора. Мы проходили по парку, это недалеко от района, где я живу. Напротив стоит недавно отстроенная многоэтажка. И вот тогда-то я впервые заметил это. Рука у друга изменилась. Стала серой, я бы даже сказал, какого-то землистого цвета. Я моргнул, протер глаза, когда снова посмотрел на небо, все было в норме. Я списал это на оптический обман, мало ли, что может в сумерках примерещиться. А двумя неделями позже я проходил по тем местам со знакомой девушкой. И увидел изменения отчетливо и ясно. Был день, и солнце светило достаточно ярко. Так что на недостаточную видимость списать это у меня не получается. Как бы мне этого не хотелось. Ее кожа стала серой. Волос на голове не осталось вовсе. Череп вытянулся. Вместо глаз остались две черные впадины. И самым жутким, пожалуй, была ее улыбка. Она смотрела на меня. И теперь я в этом уверен. Смотрела и улыбалась. Хотя правильно это было бы назвать оскалом. Прошла, наверное, секунда, не больше. И все стало прежним. Ее кожа, симпатичная прическа, глаза. Я споткнулся и упал на землю. Она помогла мне подняться. Спросила, в чем дело. Я ничего не мог понять. Но почему-то ее улыбка хоть и не напоминала ту, другую. Она была мне уже не так приятна, как раньше. Под каким-то надуманным предлогом я решил избавиться от ее компании и ушел домой. Неделей позже, которую я провел в раздумьях о том, не сошел ли я с ума, я решил снять квартиру в той самой многоэтажке напротив парка. И тут надо сказать, что у меня две квартиры и сдавая одну из них, я вполне неплохо живу, совсем не работаю. Снять квартиру там оказалось легче, чем я думал. Дон был новый, многие квартиры пустовали. Вооружившись старым биноклем, я стал наблюдать. Окна моей квартиры выходили как раз на этот парк. Первую неделю все прошло спокойно. Я запоминал лица прохожих, гуляющих по парку, учил их привычки. Время, когда они появлялись там, некоторым даже начал давать имена. И когда я уже был готов признать, что у меня случилось кратковременное полутнение сознания, я снова увидел изменения. На этот раз изменился мужик, которого я назвал Коляр. Он выгуливал собаку в парке по утрам. Все тот же эффект, длившийся не более нескольких секунд, возможно чуть дольше на этот раз. По крайней мере, мне так показалось. В тот день, высрав изрядно кирпичей, я закончил наблюдение, завесил окна в комнате шторы. Но на следующий день я насчитал еще двоих меняющихся, как я их про себя назвал. Через неделю их стало четверо. При этом менялись одни и те же люди. Мужик с собакой, какая-то школьница, девушка и парень. Наверное, студенты не всегда появлялись вместе. Прошло еще несколько дней моих наблюдений. И теперь, проходя по парку, меняться стало гораздо больше людей, чем в первое время. И так день за днем становилось все больше. Больше сейчас я уже не уверен ни в одном из немногих оставшихся у меня друзей. Если честно, и в родителях я тоже не уверен. Вчера случилось еще кое-что ночью. До этого случая я ни разу не наблюдал за парком по ночам. Через чуть жутким мне казалось это занятие. Но в этот раз я выглянул и увидел, в парке стояло шесть человек, меняющиеся. Они смотрели на окна моей квартиры, а она у меня на пятом этаже. Просто смотрели и молчали. Только теперь они не спешили принимать обычный вид. Как будто хотели, чтобы я их увидел. Хотели, чтобы я знал, что они тоже знают. Один из них поднял руку с каким-то предметом в руке. В темноте мне было сложно это разобрать. Принес к своей голове. Секунду спустя в моей квартире зазвонил мобильник. Я отскочил от окна, зашторил его и подбежал к телефону. На экране высветился номер моего друга, того самого, чьи изменения я увидел первым. А сейчас я печатаю этот текст, и мне очень страшно. Как не было никогда в жизни. Кто-то звонил мне на мобильник сегодня весь день, пока я не догадался его отключить. И я уже догадываюсь, от кого эти вызовы. Но не хочу думать об этом. Субтитры создавал DimaTorzok